Молодёжь, слава Богу! Слава Богу! Знаете, хотя мне Тима говорит, гость здесь, а я как бы, как будто я, знаете, вот, ну не то, что не гость, но я почему-то вспомнилась то время, когда я был, ходил на молодёжный, вот, и так жизнь быстро проходит, как бы, ну, она быстро на самом деле идёт. И я хочу вам сказать одну вещь, что вот уже кому здесь около двадцати, вы можете представить, что через двадцать лет вы будете такой, как я. А через двадцать лет, а через двадцать лет я буду такой, как пастырь Андрей. То есть, вы представляете, да? Вы представляете, да? Просто очень быстро проходит время. И на самом деле, на самом деле, молодёжь, это прекрасное время, когда молодые люди, они, знаете, служат Богу. Если те слова, которые вы пели, вот, там за Дух Святой, говорят, Дух Святой, как ты нам нужен, да? Там есть такие слова. Вот если вы действительно в свою жизнь возьмёте это слово и будете жить так, как поёте, чтобы это было правда, хотя бы было правда. Потому что очень тяжело молодым людям, очень тяжело молодым людям, знаете, держать себя и постоянно, знаете, вести себя к Богу, чтобы служить Богу. И не просто служить Богу, знаете, проповедовать, я считаю, даже намного легче, чем на самом деле жить. Вы понимаете? На самом деле проповедовать, выйти, сказать слово, это легче, чем жить. Чем, знаете, свою жизнь так себя привести к Богу, чтобы действительно Ему служить. Знаете, чтобы Бог, Он был в каждом нашем слове. И это просто не просто так слово, которое, знаете, сегодня пришли и послушать. И я не хочу сегодня, как забавный перед вами, кто-то улыбается там, молодцы, вы у меня. Слушаете, да? Славик, слушаете, да? Вот молодцы. Хорошо. Знаете, я просто к тому веду, что Бог, Он настолько молодых людей любит, потому что молодые люди, это еще есть потенциал, чтобы использовать их в служении, чтобы использовать их в проповеди Евангелия. Знаете, вот Алина рассказывала про свою поездку туда, в Израиль, где-то она там, Бог использует и учит что-то, чтобы мы, знаете, были полезными в церкви, полезными друг с другом. И Бог почему-то так благословляет, знаете, что я вот вспоминаю свое время, я не знаю, кто был на пасхальном служении, я там рассказывал про себя свидетельства. Я рассказывал про себя свидетельства, как Богу ценно нас приобрести с юных лет, чтобы мы с юных лет служили Богу. Я не хочу вас обидеть, кого-то, может быть, кто-то уже, ну, да не, я же не юный, я уже взрослый. На самом деле Богу очень, очень важно твое сердце, и очень важно, Он хочет, чтобы ты служил Ему всем в сердце, чтобы ты любил Его всем в сердце, и чтобы Он через тебя мог, знаете, трудиться для этой самой молодежи. Знаете, когда, я уже немножко повторюсь, чуть-чуть расскажу про свое свидетельство, которое, когда мне было примерно лет 16, и Бог захотел меня, знаете, захотел меня просто показать, что я и нужен Ему, что я Ему нужен. И знаете, очень интересная была, ведь мы, ведь я же, как бы, наша семья была наполовину верующая, мать была верующая, отец был неверующий. И отец выпивал, знаете, часто, ну, алкоголь, он, знаете, все там у него, и мы, когда росли, мы, ну, мы очень эту картину в семье, мы очень понимали, у кого родители все, двое верующие, есть родители двое верующие, да? Вот поднимите руку. А у кого мать верующая или отец неверующий, есть такие? О, видите, у вас всех верующие, а у нас так не было. И, знаете, когда, когда мы хотели идти на собрание, вот мать нам говорила, сыночки, на собрание. Мы, когда хотели, мы к матери приходили, а когда не хотели на собрание, мы к отцу садились и смотрели телевизор, знаете, мать, она нам махала, иди, иди. А мы, не обращая внимания, смотрим, смотрим на телевизор, потому что не хотелось на собрание идти. И я понимаю, что у нас в жизни, знаете, если вот, ну, Дух Святой придет, и такое желание хочет заслужить Богу. А когда, знаете, отходит, так и уже как бы все нормально, уже жизнь приходит. И ты, и так же у меня, знаете, когда мы, был один случай, когда отец тоже выпивал наш, у него в доме там было постоянно, знаете, приходили друзья. И мне было, не знаю, лет 8-9, наверное, и вот отец выпивал, они там оставили бутылочку после себя. И я эту бутылочку припрятал. И, знаете, и на следующий день занес я ее в школу. И это было, знаете, ну, мы как, она для меня всегда горько была, но почему-то там полкласса напились, и учительница, и учительница быстро вычислила, и этот, пока я еще вышел там говорить ей какой-то урок отвечать, уже моя мама была возле, возле это, возле дверей. Ну, там, конечно, было такое серьезное это для меня. Ну, это было, это было с моей жизни, и я понимаю, знаете, Бог, как Он ведет. Знаете, когда я был маленький, отец мой курил, отец мой курил, и иногда он просил, иногда он просил часть окурка, знаете, часть окурка, да? Вы все меня понимаете, да? Часть окурка просил, чтобы вынес, я и выбросил. Знаете, Он дает эту часть окурка, от нас там нужно было идти так, за два угла. И вот, когда я заходил за первый угол, потом за второй угол, ну, кому не хотелось попробовать? И знаете, вот это вот, восемь лет примерно где-то так, я думаю, ну, и знаете, так стянется в рот. И тут мне он говорит, Володя, а он-то, а он знал, что я хочу попробовать, знаете, я сразу кинул и все, как будто, ну, чтобы он не видел. Знаете, настолько мы, как бы, Бог, Он ведет иногда человека и показывает эти моменты, показывает и дает нам, и дает нам время, когда мы можем противостоять. Когда мне было уже лет 13, мы переехали, знаете, мы с братом, как мой брат Слава, мы где-то работали вместе, и что-то мы как бы шутя взяли сигареты, ну, нашли какие-то, взяли в рот. И знаете, уже не шуткой начали поджигать, и в этот момент Он мне взял эту сигарету с рта, вырвал, и все, это была моя последняя сигарета, которую я когда-нибудь, я даже не выкурил ни одной сигареты. Но Бог, Он, знаете, стучал в сердце, стучал в сердце, и, знаете, вот такое пришло желание служить Богу. Почему-то, ну, оно внутри было. Снаружи я был, как ежик, знаете, который не хотел, как бы, ну, вот, сейчас говорят, подростковый период, да, я не знаю, кто-то еще есть здесь подростки, подростковый период, или уже все перешли это, да? Переходят. А, уже переходите, да? Вот, слава Богу, я вот только тоже перешел. Вы знаете, Бог, Он настолько смотрит за нами, и когда вот этот вот период, так внутри вроде бы ты понимаешь, хочешь служить Богу, там где-то находишься, знаете, в одиночестве, где-то ты работаешь, где-то ты размышляешь, какое-то Слово Божие приходит в твой разум, но ты все равно, а при других, при родителях где-то ты показываешь, при друзьях ты не можешь это сказать. И у тебя получается, ты как бы двухлично, с одной ты один на один, ты вроде говоришь Богу что-то, рассказываешь Ему, обещаешь даже где-то в молитвах, а при друзьях, при родителях ты ведешь себя, знаете, как ежик колючий такой. И вот у меня тоже было такое положение. Знаете, когда я перед Богом, я уже, мне было лет 16, и Бог мне начал такие давать сновидения. Я просто увидел первое сновидение, я увидел, что, знаете, я уже рассказывал его, повторю, кто не слышал, знаете, как будто мы находимся на берегу речки, такой беленький песочек, беленький песочек, и знаете, все много-много белых людей, белых одеждах стоят, смотрят на небо, и я понимаю в этот момент, что люди ждут Иисуса Христа, потому что они все смотрят на небо, все в белых одеждах, и знаете, ждут Иисуса Христа. И я смотрю на себя, я смотрю на себя, я тоже в белой одежде, я тоже в белой одежде, но, когда я присмотрелся, у меня на груди черное пятно, и я понимаю, что это черное пятно, если сейчас Христос придет, я не смогу, я не смогу спастись, я не смогу пойти до Бога. Знаете, пришло утро, я проснулся, пот утер, ну, сон, как сон, подумал. Знаете, проходит две недели, мне снится сон, что стоим на берегу речки, все в белых одеждах, и я стою в белой одежде, но это черное пятно никуда не делось. Знаете, проходит время, я проснулся, знаете, посмотрел, опять задумался, и, знаете, опять же, так же само остался. Проходит еще несколько недель, и я вижу сновидение, этот сон опять же пришел, точно такой же сон, как два предыдущих. И я понял, что Бог хочет в мои 16 лет, чтобы я служил Ему. Вы знаете, для меня было, знаете, я всегда думал, что я буду Богу служить, я думал, что я буду Богу служить. Знаете, я не знаю, если бы я сейчас спросил, вы все сегодня думаете, но только скажите правду, и, знаете, честно можете ответить, вот вы в своей жизни думали свою жизнь связывать только с Богом, или вы еще колеблетесь? Можете поднять друг друга, кто будет свою жизнь связываться с Богом? Кто будет служить Богу? Некоторые не подняли, но я думаю, что, знаете, есть моменты, когда мы молимся, мы, знаете, служим Богу, родители молятся, и придет действительно еще такая ответ от Бога, потому что Бог, Он, знаете, настолько близко с нами. Бог, Он настолько близко с нами и любит нас, особенно молодых людей. И я почему сегодня говорю, что очень важно сегодня там, внутри, когда ты один на один, когда ты едешь в своей машине, когда ты, знаешь, подключаешь разную информацию, как важно тебе свою жизнь сегодня, знаете, если ты думаешь ее связывать с Богом. Потому что я верю, что каждый из вас хочет сегодня, вы уже молодые люди. Мне интересно, когда брат Андрей говорит, ты знаешь, ты можешь прийти на молодежное по проповеду? Я говорю, почему? Он говорит, ты знаешь, весна пришла. Не понимаете. Весна пришла, молодежь стала, знаете, такая все любвеобильная. А я понимаю, потому что я сам женился весной. Знаете, потому что я понимаю, я понимаю молодежь, я сколько, знаете, здесь молился с молодежью. Перед вами было поколение молодежи. Перед вами было поколение молодежи, которые были, каждый понедельник мы молились. И мне сейчас, знаете, братья подходят, некоторые братья говорят, мы же столько молились. И говорит, и слава Богу, они сами видят, что с той молодежи, которые молились постоянно по понедельникам, знаете, все благословенные, во все хорошие семьи, и все служат Богу. Это не мое свидетельство, это сами свидетельствуют братья и сестры. Знаете, Бог, Он настолько любит. И, вы знаете, меня молодого, Он почему-то вот захотел, чтобы я служил Ему. Он вел меня своим путем. Однажды, когда я учился, ну, это в училище называется, в России называется училище, а здесь это мне хочется, чтобы колледж, как будто я тоже в колледже был. Знаете, и однажды я был старост. Я не знаю, как сказать, какое слово староста. Как? Ну, типа, да, наверное, президент. Хорошо себя почувствую президентом. Знаете, я был староста в своей классе, и однажды у нас было около человек 30, все были парни, была такая профессия газоэлектросварщик-водитель. Это велдер и драйвер, you know. И, знаете, все были разные. И вот, и многие, несколько человек, они были такие, ну, часто делали наркотики, выпивали. И им показалось, однажды показалось, что я, я как староста, хожу мастеру, то есть своему главному учителю, рассказываю о их похождениях. И я, они ко мне подошли и говорят, слушай, мы хотим с тобой, ну, поговорить серьезно. Там у нас есть за общежитием одно место, там, где все разборки проходят. Ну, понимаете, все хотели меня просто, ну, побить хорошо, отлупить. И, знаете, и вот, я же, я же не виновен, я ничего никогда никому не говорил. Но, знаете, вот, дьявол подавил, у них человек 6 было, может быть, 7. Ну, я, то есть, я понимал, что если я пойду, мне хорошенько там достанется. И я, знаете, я, знаете, вышел так, шел отдельно и сказал, «Господь, ты видишь, что я, я не виновен, я ничего про них не рассказывал, но я пойду туда, я не могу не пойти». Знаете, это хуже еще скажут, если я трус еще, знаете, это еще хуже скажут. Но я, я пойду, но я помолился, Господь. И, знаете, когда мы шли туда, я думал, ну, они там уже подвыпившие, знаете, кто-то уже там чуть под эти. Я думаю, ну, может, там я одного, два, три раскину, а потом там уже дальше будет видно. Я уже думаю план, как это будет. Я, как говорят некоторые, говорят, 101-й прием каратэ хорошо умею, знаете, какой-то. И изнурение противника бегом. Вот такое, знаете, ну, я как бы, да, да, как бы я, ну, с детства мы в футбол играли и хорошо бегаю. Ну, думаю, если понадобится. И когда мы шли туда, знаете, встречают нас еще парни там, знакомые, мне говорят, а вы куда идете? Я говорю, да вот, хотят меня побить, туда идем за это, говорю. Они говорят, а можно мы пойдем с вами? А я думаю, вот, еще зеваки, еще, еще, наверное, буду смотреть, как меня будут там лупить. Знаете, когда мы, когда мы уже пришли на место, я так встал, чтобы сзади никого не было. И тут, и тут просто, знаете, я понял, что дух, ну, не от Бога. Дух просто нашел на этих и на тех, кто попросились, ну, идти смотреть. И они как начали между собой биться, как начали драться между собой. Я смотрю, а я уже как бы, ну, не по теме здесь. Я говорю, ребята, ну, я, наверное, пойду, а что я тут буду стоять, ну, возле вас как бы смотреть. Вы знаете, они так себя, так друг друга избили, на следующий, на следующий день полгруппы родителей позвали, они с такими финалами были. А я, а я, знаете, ну, вообще, как не при дела. Я, 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 я о чем говорю, что когда мы невиновны, Бог всегда за нас. Бог вступается и Бог ведет нас. Молодежь, когда-то, когда-то я проповедовал в России, один молодой человек подошел ко мне и говорит, слушай, брат Володя, вы можете помолиться за меня? А я говорю, а что случилось? Он говорит, вы знаете, брат Володя, я когда молюсь уже несколько месяцев, я не слышу голоса Божьего. Я не слышу голоса Божьего, потому что я хочу слышать голос Божий. Знаете, как, как важно, как важно, знаете, слышать, когда ты уже перестал общаться с Богом. Как важно, знаете, услышать, когда Дух Святой уже тебе ничего не говорит. Как важно, знаете, когда в машине твоей загорается лампочка, чекинжин, во всех есть машины, и, наверное, половины горят, да, чекинжины, да? И вы понимаете, что что-то в этой машине происходит, и что-то происходит неправильно, какое-то нужно что-то делать, знаете, что-то ремонтировать. Вот так в жизни человека, когда вот этот вот, он получается, понимает, что Бог, Бог, Он вроде рядом, Бог, Он рядом с тобой, но Он тебе ничего не говорит. Что Бог, возможно, не потому, что Бог тебе ничего не говорит, а возможно, что ты не слышишь Бога. Возможно, что ты сегодня привел свою жизнь в такое положение, что ты сегодня не слышишь Бога, как Бог тебя направляет, и как Бог тебя ведет. Вы знаете, Бог, Он любит тебя, и Бог хочет, чтобы ты служил Ему сегодня. Знаете, был момент, когда я молился с молодежью, и начали многие ехать с Калифорнии сюда, и есть такой брат, я могу сказать его имя, Олег Гаенко, может кто-то его знает. И знаете, он в это было уже несколько, ну порядка уже около семи лет назад, возможно. Это возле вас там жили, да? Помнишь, да? Гаенков. Ну, возле Ивков, да, они жили, соседи возле вас были, Гаенки. Но-но, здесь, в Немпе. Ну ты, наверное, еще маленький был. И знаете, он приходил на служение, такой ходил, знаете, лысый такой ходил, ну подкачанный, подкачанный такой ходил, знаете, любил, чтобы ему все покорялись, знаете, такой грозный ходил. И я, знаете, я захотел, чтобы он служил Богу. И кто ходил на молитву, я каждый понедельник говорю, Господь, мы молимся за этого, я его говорю, за этого самого наглого, я хочу, чтобы он служил Богу. Я хочу, чтобы он покаялся, и я хочу, чтобы, я хочу видеть его слезы, когда он будет каяться. Вы знаете, когда мы молились постоянно так, прошло, может быть, 6 месяцев, может быть, 8 месяцев, и знаете, однажды на служение, он выходит наперед и кается. И знаете, такие слезы медвежьи были. Он кается, я просто, я просто был в восторге. Он плачет, а я радуюсь, аллилуйя. Знаете, слава Богу, вы все можете сказать слава Богу. Знаете, слава Богу от того, что Бог, он слышит наши молитвы. Я после, после к нему подошел, говорю, Алле, я хочу с тобой поближе познакомиться, я хочу, знаете, и он ко мне открылся так. Но после того, после покаяния, пришло то, я узнал, что он связан с наркотиками. Он связан с наркотиками, и знаете, один день, два дня, вроде нормально, я ему позвоню. Если я на третий день не позвонил, он уже телефон не берет. Он уже телефон не берет, и со мной никаких этих, опять неделя-две, я ему месседжи оставляю. Я говорю, Олег, Бог любит тебя, не уходи, Бог может тебя очистить, знаете, и я начал его звать. Он говорит, я могу своих друзей позвать еще к вам домой. Ну, я их вот звал, молились мы с ним. Он говорит, я могу еще друзей своих позвать. Я говорю, ну зови. И пришло, знаете, примерно 8-10 человек, дети верующих родителей, и во всех проблемы. У кого-то с наркотиками, у кого-то с алкоголем, у кого-то там, ну, очень много проблем с, знаете, у кого-то суды. И это все дети верующих родителей, которые, знаете, так же, как и вы, приходили на молодежные, приходили и, знаете, ну, проводили время. И я молился. И я молился с ними. И, знаете, Бог, Он настолько благословлял. Он мне потом говорит, брат Володя, а вы не боитесь приглашать нас себе в гости? А я говорю, а что? Ты говоришь, мы же можем вас обокрасть. Я говорю, да я как-то и не думал, что вы меня обворуете. Ну, серьезно, это было, это было. И, знаете, Бог настолько, вот Он звонит мне в 12 часов, уже вечером, ночь, уже, я уже спать, Леха, Он мне звонит в телефоне. Я смотрю, Олег звонит. Я говорю, Олег, что ты хочешь? Брат Володя, мне нужно, мне нужно поговорить, мне нужно помолиться. И мы молились с Ним, и мы, знаете, молились и получали Слово от Бога в его жизнь. Знаете, потом Бог направил его через революционный центр. Он поехал, по-моему, в Портланд. И там прошел программу, потом поехал служить в Гондурас. По-моему, он был в Гондурасе. И, знаете, когда уже все, Бог его освободил, Он дал ему жену, дал ему деток. Он мне говорит, брат Володя, вы помните момент, когда я вам звонил очень поздно? Я говорю, я помню. Он говорит, вы знаете, что было в моем сердце? Он говорит, я ехал на машине своей. И, говорит, я понял, что мне не хочется жить. Мне не хочется жить, и я просто хочу оставить. Но, говорит, почему-то перед этим всем, такое ему пришло, знаете, желание просто разогнаться на своей машине и врезаться куда-то, в скалу какую-то, где-то, ну, разбиться, просто разбиться. Но, говорит, прежде чем это сделать, я хочу, позвонил мне. И когда мы, говорит, помолились, мне пришло успокоение, мне пришел мир, и, ну, пришла победа от Бога. Вы знаете, Бог, Он настолько любит молодых людей. Знаете, вот Он видел, даже, даже того, кто сегодня замешан был в каких-то наркотиках или алкоголю, и кто сегодня, знаете, не важно, насколько ты там глубоко находишься, но Бог хочет тебя высвободить от того и дать тебе, чтобы ты, мило, чтобы ты служил. Это очень важно, знаете, не оставаться в том положении, в котором ты, возможно, есть сегодня находишься. Знаете, когда мы молились, однажды молились в малом зале, молодежная молитва, с Портана приехал один паренек, ну, к семье сюда приехал, ему 14 лет. Я позвал наперед молиться, и он вышел, я начал молиться за него, смотрю, его трусит, он как падает все. Я говорю, что случилось? Он говорит, брат, у меня очень сильный страх. 14 лет, 14 лет. Я говорю, что случилось? Он говорит, у меня очень сильный страх. На прошлой неделе у меня была передозировка наркотиками. 14 лет, 14 лет. 14 лет. Он знает тебя по имени, он знает тебя, знает, когда ты встаешь, он знает, когда ты едешь, он знает, когда ты на работе, он знает, когда у тебя свободное время и как ты тратишь его. Вы знаете, когда сегодня я утром молился, я говорю, Господь, лежа на кровати, я сказал, Господь, что ты хочешь, чтобы я сегодня говорил? Что ты хочешь, чтобы я сегодня молодежи сказал? И знаете, от Бога пришло явно и четко, что слово, я услышал такое слово. Вы можете это проверить, но я думаю, что если Бог сказал, то это сегодня будет истина и правда. Он говорит, что сегодня телефон является открытой дверью для дьявола во многих сердцах. Что сегодня телефон является открытой дверью для дьявола во многих сердцах. Я не знаю, знаете, я не знаю вас, вашей жизни, вы не знаете моей жизни, но я сегодня говорю вам то, что сегодня Бог сказал мне. Что сегодня есть двери, которые открыты. И как бы мы сегодня не старались, знаете, приближаться, искать Бога, но если у нас есть что-то, то, что тянет нас обратно, если есть то, что тянет нас назад, если то, что есть, то, знаете, как крючок, который зацепил нас, и он не отпустит. Знаете, я помимо того, что еще в футбол играл, я еще и рыбак. И знаете, когда я ездил большую рыбу ловить, Селмана, знаете, его невозможно, если ты его возьмешь на крючок, и у тебя не отлажена твоя катушка, которая, вы понимаете, да, она срабатывает, ты ее тянешь, он силы набирает и тянет обратно. Если она не отлажена, ты никогда не поймаешь, потому что она порвет эту леску или нитку порвет. Но знаете, хитрость людей заключается в том, что эта трещотка, она, ты ее затягиваешь, и она, он тянет и ослабевает, тянет и ослабевает. И вот он уже, знаете, набирает, ты его тянешь, тянешь, к берегу потягиваешь, и он набирает силы и вырывается, и вот в этот момент он чувствует себя свободным, он летит. Но сила заканчивается. Сила заканчивается, и ты его тянешь, и ты его тянешь, и ты его побеждаешь, и ты его вытягиваешь, и съедаешь его. А знаете, что в духовном мире, а в духовном мире человек, который находится на крючке у греха, знаете, эта нитка, она, эта нитка, она существует. И ты набираешь силы, приходишь на служение, знаешь, и вот все поют, и ты вырываешься, и ты, кажется, свободный, как все свободные. Но после служения ты, возможно, идешь куда-то в свое место отдельно, я не знаю куда, садишься в свою машину, и ты понимаешь, что он тебя обратно тянет. Возьми, возьми или сигареты, возьми или что-то другое, и он опять тебя тянет. И эта пустота приходит в сердце, и эта пустота приходит, и ты понимаешь, что вот на служении я чувствовал Бога, вот он рядом на служении, вот он, знаете, можно было его ощущать, но когда я один, я его не ощущаю, я его не чувствую, и, знаете, приходит, знаете, такая тяжесть в твое сердце ложится, что, знаете, и ты не чувствуешь Бога рядом. Знаете, Бог, Он настолько любит нас, и что сегодня продлевает и дает нам благодать, вы молодые люди, вы очень ценные в глазах Божьи, вы очень ценные сегодня для Бога, и Бог хочет и любит вас очень сильно. И Он хочет вас использовать в своей жизни, чтобы вы служили для Него, чтобы вы были примерные христиане, чтобы у вас были примерные семьи, чтобы ваше, знаете, не было разбитых семей, чтобы вы, знаете, даже когда будете жениться, выходить замуж, чтобы ваши дети были благословенные, вы должны сегодня, знаете, разрывать, разрывать эту нитку греха, разрывать, знаете, эту леску, которая сегодня нас тянет обратно. Знаете, брат передо мной проповедовал, он говорит там, дословно могу прочитать даже, что мы, я сейчас прочитаю, не буду говорить дословно. Брат, Руим, да, по-моему, Руим читал, да? Закладку закрыл. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжом и не поступаем по истине. И если же ходим во свете, подобно он, как он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Знаете, то, что кровь Иисуса Христа, она сегодня имеет силу. Кровь Иисуса Христа, она сегодня имеет силу освобождать от всякого греха. Кровь Иисуса Христа, она имеет силу сегодня разбить, знаете, всякую окову, и, знаете, эту нить, эту леску разрубить и разрезать. Но сегодня для этого нужно, знаете что? Не знаете, что нужно для этого? Нужно иметь искренное сердце. Нужно сегодня иметь искренное сердце. Знаете, Бог никогда не оставляет и не осуждает человека, который приходит и кается. Который приходит и говорит, Господь, я сегодня, у меня есть такой-то, такой-то грех, я хочу его оставить. Я хочу его сегодня просто забыть. Я хочу сегодня оставить и не возвращаться к этому. Знаете, когда-то в моей жизни был молодой человек. Был молодой человек, которому было слово сказано в России еще там, что Бог поступает с искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Когда это слово было к нему, знаете, мать, его мать подошла ко мне и говорит, слушай, ты не должен так говорить. Я говорю, ну это не мое слово. Ну это не мое слово. Он говорит, если ты так будешь говорить, мой сын вообще не пойдет на собрание. Знаете, прошло время. Открылись такие обстоятельства. И этого мальчика, этого человека не стало в 22 года. Он умер. Никто не знал, никто не знал, чем он занимается в своем гараже. Но этот молодой человек, он красил машины. И кто знает, что такое растворитель? Растворитель. Я не знаю, как по-английски. Как? Да, редюсер. И он за вечер вынюхивал две бутылки растворителя. Никто не знал этого. Никто не знал этого, что он делает там, когда находится один. Никто не знал этого. Но знаете, Бог, он видит твое и мое сердце. Бог, он видит, знаете, когда мы, не только, знаете, когда мы приходим в церковь, когда мы все такие красивые, знаете, когда, ну, мы нарядно одетны. Бог видит там, когда мы остаемся один на один. Знаете, иногда, знаете, взрослым людям, знаете, среднего возраста тяжело, знаете, в этом мире противостоять чему-то. Но молодым людям сегодня идет целая охота на молодых людей, чтобы и сегодня сбить молодых людей, чтобы сегодня, знаете, поразить грехом их, чтобы, знаете, в ихний разум сегодня насеять всего того, что сегодня стоит, знаете, такой развратом. Сносеять в ихний разум, знаете, всякой нечистоты, чтобы не только ты делал, но чтобы постоянно думал об этом. Чтобы ты постоянно думал об этом, чтобы ты открыл, увидел где-то что-то, знаете, где-то что-то тебе написали, или ты поехал, друзья, знаете, но Бог, Он сегодня хочет, чтобы мы сегодня искали Его. Чтобы мы сегодня любили Бога, чтобы мы сегодня служили Ему искренним сердцем. Знаете, никто сегодня, никто сегодня не может, уже вы взрослые сегодня. Все умеют отличать правую руку от левой. Молодежь умеете отличать? Вы знаете, когда мы умеем отличать правую руку от левой руки, значит, мы можем, значит, мы можем отличать добро от зла. Вы понимаете? Если вы можете сегодня отличать руки, если вы можете сегодня отличать добро от зла, значит, вы сегодня можете в своей жизни, знаете, принимать решения. Вы можете в своей жизни принимать решения. И за эти решения вы можете уже отвечать сами. Вы можете отвечать и будете отвечать сами, за какое решение вы принимаете. Потому что это очень важно. Знаете, когда были детки маленькие у меня, то знаете, делали или говорили что-то, то они еще не принимали решение, они не понимали и что-то сделают, и мне приходилось за них где-то что-то, знаете, восстанавливать. Но когда детки начинают отличать левую руку от правой, когда они начинают отличать зло от добра, когда они принимают свои решения, я говорю, извини, я твой отец, но я ничего не могу сделать. Ты принимаешь такое решение, ты приняла такое решение, и оно от тебя. Хорошее оно или плохое, и ты должен понимать. Знаете, в притчах написано, а это не притча, Екклесиаста, написано такое место, Екклесиаста 11 глава, 9 стих. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей. Какое хорошее место, правда? Правда хорошее? Веселись! Но если бы не было второго, знаете, чуть-чуть ниже четверостища, он говорит так, а, еще, и еще, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Прекрасное место. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Знаете, есть моменты, когда мы принимаем решение. Когда мы принимаем решение, когда мы что-то делаем, когда мы куда-то едем, когда что-то говорим, на что-то на телефоне смотрим. Знаете, когда даже находят моменты, знаете, когда на собрании, знаете, приходят молодежь, особенно вот на молодежном, сейчас вот кто-то сидит и телефон смотрит. Ему, может быть, неинтересно, может, он там местописание нашел. Может быть, я согласен. Аллилуйя. Знаете, мне нравится, что вы слушаете. Аминь. Знаете, но на самом деле был момент у меня в церкви, там еще, когда мы в старой церкви собирались. Знаете, меня назначили дежурным на втором этаже. Ну, я хожу, я же дежурный. Там молодежь сидит много, говорит, иди туда. И там, говорит, ну, как бы ты дежурный, ты должен отвечать за порядок. Иду я, смотрю, сидят двое молодых людей. Так сели, главное, сели. Один с краю, другой чуть. И между ними стоит айпад. Что-то смотрит. У нас собрание. Я говорю, ребята, ну, вы понимаете, что вам надо убрать его? Ну, что ты? Я говорю, уберите. Я серьезно говорю? Ладно, убрали. Я пока пошел, ну, знаете, как дежурный, ну, как это, пошел, как сторожевой пес. Туда сходил. Назад, смотрю, опять стоит. То, что такое. Ребята, говорю, уберите айпад. Говорю, уберите айпад. Он говорит, а кто ты такой? А я же, ну, как бы я дежурный, я же не могу нарушать порядок. Я говорю, хорошо. А они так через две скамейки. Я говорю, хорошо. Я говорю, вы не хотите убрать? А что ты нам сделаешь? Я говорю, хорошо. Прат проповедует. Я вот так подошел к нему, руки положил. Во имя Иисуса Христа. Я как начал молиться на языках. Вот тот, который послабее вылезал через две скамейки, как прыгнул. Я думаю, ну, точно не его сила. Как вот человек под какой-то другой силой прыгнул. Серьезно. Я вам говорю, это было? Это было. Знаете, молодежь, когда мы приходим перед Богом, вы должны понимать. Мы должны понимать, что Бог требует от нас, чтобы действительно было почтение у нас перед Богом. Нельзя приходить перед Богом расхлябанными. Нельзя приходить, знаете, как на завалень какие-то. Мы приходим перед святым Богом. Мы приходим перед Богом, который отдал Сына Своего за нас. Который любит нас. Который прощает грехи наши. Который освобождает от нас от всякой неправды. Знаете, Бог, Он настолько любит нас. Аллилуйя. И знаете, приходить перед Богом. И знаете, доставать и делать какие-то свои вещи, которые непотребны. Вы должны понимать, что вы это делаете не перед человеками. Вы это делаете не перед человеками. Слово Его говорит так, что где двое или трое, собраны во имя Мое. Что дальше? Там и Я посреди них. Там и Я посреди них. Значит, получается, что Бог, по слову Ему, Он сегодня не может по-другому. Он пришел на это место. Он пришел на это место и видит нас сегодня. Какие мы? Он видит наше сердце. Он видит наши мысли. Он видит наши... И если бы начал Бог сегодня что-то открывать, то я все-таки верю, что Бог, нас любящий Бог, Он, знаете, заботится о нас. Он хочет в первую очередь нас спасти. Он хочет, знаете, не то, чтобы, знаете, наказать нас. Или как-то сделать, чтобы тебе плохо было. Он хочет поправить, знаете. Он хочет, чтобы эту смоковницу обрезать, чтобы, знаете, чтобы она принесла плод. Вот так Бог заботит о нас. Он никогда мне не сказал, даже видел Мое сердце, когда я был молодым, и где-то я видел что-то неправильное, делал, Он никогда меня не обличил со злостью. Он не сказал, слушай, ты, ты делал плохо, я тебя накажу или что-то сделаю. Он никогда нам не так не сказал. Знаете, но стоило Ему только посмотреть на мои глаза. Я сразу все понимал. Господь, Ты любишь меня. И Ты просто хочешь спасти меня. Ты хочешь благословить меня. Знаете, вот эта любовь, которая Божья, она изливается настолько в сердца наши. Знаете, когда, вот есть место в Писании, когда Петр предал Иисуса Христа, когда отрекся от Него. И там в одного из евангелистов написано, что их глаза встретились. Знаете, когда вот их глаза встретились, представьте, один даже не думал, что он так сделает, а другой знал, что он так сделает. И в этом, в этом глазах он увидел любовь. Не какое-то, знаете, не какое-то, знаете, такое осуждение. Но увидел любовь. Любовь Божию. Знаете, и знаете, тогда Петр зарядал. Вот тогда, когда человек видит любовь Божию. Независимо от того, что ты делал, но если в твоем сердце есть постоянно желание служить Богу. Если в твоем сердце есть желание, знаете, знаете, все то, что сегодня тебя держит на месте, и ты не развиваешься, Бог хочет освободить тебя. Бог хочет дать тебе милость свою. Я верю, что каждый из вас хочет, чтобы у вас были благословенные семьи, когда женитесь. Да, и я хотел этого. И я хотел этого. Я никогда не думал, я никогда не хотел, чтобы у меня была плохая семья, у меня были дети непослушные, и, знаете, чтобы у меня дети делали что-то плохое, знаете, что-то такое. И я никогда этого не хотел. Но, знаете, в нашей жизни, знаете, я сказал перед Богом, я говорил так, Господи, если мои дети будут относиться ко мне так, как я отношусь к своей маме, то я буду счастлив и буду радоваться. Знаете, это было для меня, это было для меня то, знаете, что я действительно хотел, я хотел, знаете, быть хорошим, хорошим ребенком. Хотел, хотел, чтобы помогать своим родителям, хотел, чтобы не расстраивать их, хотел служить Богу. Знаете, когда Бог начал, значит, ко мне говорит, я понимал, что меня уже нету, у меня нету нежелания уходить от Бога. Нету, знаете, никакие грехи творить. Ну, и не думайте, что я был святой. Действительно, мы же, когда мы люди молодые, мы, знаете, ценно перед Богом то, не то, что ты не грешишь или что-то, знаете, ну... Но когда кровь Иисуса Христа освобождает от нас всякого греха, знаете, когда мы, когда мы вот где-то согрешили или что-то неправильно сделали, когда сердце твое осуждает, и ты не можешь это держать внутри, ты не можешь это держать внутри, и тебе хочется освободиться от этого, тебе хочется постирать эту одежду, тебе хочется одеть что-то другое, белое. Знаете, одеть такое, чтобы моему Господу Иисусу Христу это нравилось, чтобы моему Господу Он любил, знаете, Он любит эту чистоту. Знаете, когда даже что-то сказал нелепое, даже такое неразумное, и ты понимаешь, что Дух Святой, Он сразу же начинает тебя обличать. Обличать так, что, знаете, и это нет такое осуждение, знаете, как вот, ну, Бог, Он просто настолько нежный, любящий Бог, Он хочет тебя поправить, Он хочет тебя, знаете, показать свою любовь. Аллилуйя, слава Ему! Знаете, я буду, я думаю, что мы будем молиться сейчас. Я хочу, чтобы мы сегодня помолились, и я верю, что Дух Святой, Он сегодня что-то говорит в ваше сердце. Что что-то говорит, возможно, кто-то сегодня хочет просто, чтобы, знаете, освободиться от чего-то, возможно, кто-то хочет, чтобы сегодня обновиться, возможно, кто-то хочет покаяться, мы не знаем этого, но я хочу, чтобы мы сегодня помолились. И мы будем молиться сегодня, если у кого-то есть, будет сегодня желание выходить перед Богом, знаете, не выходите перед людьми. Если у вас есть желание сегодня выйти перед людьми, чтобы люди увидели, или, знаете что, не выходите. Но если у вас есть сегодня желание выйти перед Богом, чтобы за вас помолились, потому что когда человек выходит, я помню по себе, когда я что-то делал, выходил, я всегда, знаете, где-то в глубине я Богу обещал, Господь, помоги мне, я постараюсь не грешить, я постараюсь ходить пред Тобой, я постараюсь, я буду стараться быть хорошим христианином. Я хочу прославлять Тебя, я хочу, чтобы Ты в моей жизни использовал меня, чтобы Ты, чтобы что-то сделал для Тебя, и мне было это всегда приятно сказать, и знаете, где-то в глубине я просил Господь, прости меня, я хочу быть, я хочу служить Тебе, я хочу любить Тебя всем сердцем, я хочу, я хочу, я хочу, аллилуйя, слава Богу. Вы знаете, Бог, Он сегодня на этом месте. И сегодня есть возможность, есть сегодня возможность покаяться или освободиться от чего-то. Но знаете, возможно, это возьмет какой-то процесс. Даже если есть какие-то грехи, и ты вышел, знаете, каешься, и знаешь, а потом ушел, и ты все думаешь, да, я выходил, да, я выходил, да, ничего не помогло. Во-первых, Бог дает тебе шанс. Во-первых, Бог дает тебе шанс освободиться. Второе, что есть процесс, который проходит человек. И обязательно проходит. Вы знаете, когда-то я не понимал слово, что такое зависимости. Все люди говорили, о, да он там в зависимости, знаете, от наркотиков. Да он в зависимости. И ты смотришь, что человек кается, выходит, наперед молимся, а потом говорят, опять два дня, опять уходит. Но знаете, одно то желание, что человек хочет расстаться с этим, хочет освободиться, очиститься от этого, знаете, перед Богом очень много значит. И знаете, проходит период жизни, раз, два, три, а потом приходит отрез от Бога и приходит свобода. Я не знаю, это не значит, что, возможно, у некоторых приходит сразу, вот тебе пришла свобода, и ты освободился. Возможно, какой-то процесс придет, но у тебя уже есть желание освободиться от этого, и это перед Богом большой плюс. Знаете, я хочу сказать, что то слово, которое сегодня Бог сказал, и вы можете проверить свое сердце. Если у вас есть какое-то внутреннее переживание, если вы понимаете, каждый может же проверить себя. Для меня вы все красивые и ни в чем не нуждаетесь. Но для Бога, Бог хочет что-то поменять в вашей жизни и еще в моей жизни. Я думаю, что еще, знаете, Бог, Он настолько любит нас. Аллилуйя, слава Ему. Знаете, чтобы эта благодать Божья, она сегодня не только, знаете, мы говорили о ней, что мы сегодня испытывали ее, аллилуйя. Чтобы мы сегодня испытывали освобождение от греха. Чтобы наше сердце сегодня заново пело, по-новому пело. Чтобы, знаете, мы не жили только, как кто-то сказал, один из братьев говорит, слушай, молодежь, она очень сильно на кемпе поднимается. Очень сильно. Но молодежь, кем же сегодня, кем же только один раз в горь? Говорит, от кемпа до кемпа не хватает. От кемпа до кемпа не хватает. Этой благодати, этой силы, этого, знаете, перед Богом сказать, я люблю тебя, Господь. Я люблю тебя, Бог. Аллилуйя. Знаете, ну, может уже кто-то признавался кому-то в любви, ну, с молодых людей. Может еще нет, кто-то. Но когда ты говоришь тому, я люблю тебя, кого ты действительно любишь, аллилуйя. Сердце поднимается. Я тоже еще, ну, молодой. Аллилуйя. Знаете, Бог, сегодня есть у нас прекрасное время и возможность помолиться. Молодежь, я хочу, чтобы когда мы станем молиться, чтобы мы молились так, от сердца, каждый от сердца. Молитесь. Нам не надо ничего сегодня доказывать, не друг другу, но просто сегодня Богу. Возможно, нужно обновить свои, знаете, желания перед Богом. Обновить сегодня, знаете, твое мышление. Обновить сегодня твои дела, которые действительно, может быть, что-то делал неправильно. И то слово, которое Бог сказал, что сегодня телефон и есть открытая дверь. Открытая дверь для того, чтобы дьявол приходил. Вы должны это понимать. Это очень серьезно. Когда вы ходите один на один, когда вы находитесь где-то в каких-то компаниях, вы должны это понимать. Перед Богом это очень серьезно. Очень серьезно. И помните пример. Можете отличать правую руку от левой. Можете. Понимаете, что такое добро и зло? Понимаем. И решения, которые вы принимаете, вы отвечаете за эти решения. Будете сами отвечать. И знаете, сегодня есть, знаете, Иисус Христос. Написано, что кровь Иисуса Христа очищает и освобождает нас от всякого греха. Аллилуйя, слава Ему. И мы сейчас будем молиться. Я верю, если вы хотите, кто-то выйдет, захочет помолиться, то мы будем молиться. Давайте встанем и будем молиться. Но молитесь от сердца.